святая гора афон есть множество легенд и преданий об этом острове но что правда то что о нем говорят или то что мы видим своими глазами у каждой семьи по моему есть такой план чтобы попасть на святой остров откуда мы знаем что он святой они боятся здесь отвечать на вопросы я не хочу лишнее говорить аранаполис и салоники полные магазинов святой горы ни для кого не секрет что церковь это самая богатая организация на земле в греции кризис не так давно она пережила дефолт однако на афоне кризиса нет да я смотрю на это все и думал как же вот удается жить без кризиса то есть можно и что-то знают больше чем все бизнесмены греции салоников чего у них нет кризиса а у всех есть вспомним о преданиях возможно мы чего-то не знаем и и и существует некий трактат ходу церковь самая богатая структура на земле потому что они ходу соблюдают в полном объеме давайте посмотрим по первому пункту когда человек приходит в церковь он отказывается то что вообще от всего отказывается соответственно высвобождается сила духа то мы сравнили образ жизни афона и трактат ходу переходим пункту номер два мы говорили разумные ограничения то есть устав монастырский и так далее все это существует идем к третьим посты соблюдают ли монахи посты да они соблюдают посты как бы в полном в третий пункт выполняется в полном как бы объем то существует более старшие товарищи наставники и далее того которые наказывают за мнимые ограничения да да то на нем миссионерствуют по миру они проповедуют они так сказать возят дары святые по всему миру показывают за деньги то есть как бы у них есть учение и они постоянно усердно работают в этом направлении собой и стремясь непрестанное что как бы молит и чем меньше чеха дум соблюдает тем слабее он